Я выполнил операцию, я сделал увеличение молочных желез, круглые имплантаты, субареолярный доступ. И мы приступаем к важному этапу, это надевание послеоперационного белья. Я использую компрессионное белье Shape Skin, которое мне любезно предоставила компания CloverMed, является дистрибьютором этого белья. И я покажу определенные моменты и ключевые точки, как я надеваю это белье. Это очень важно. Посмотрите. Это белье создано именно для пациентов после увеличения груди. Почему? Потому что у него есть определенная степень компрессии. Это первая степень компрессии. И в рекомендациях там написано, что это 18-22 мм ртутного столба. Чем отличает белье для операции после увеличения груди? Это обязательно лямка верхняя. Которую мы будем застегивать для того, чтобы создать компрессию верхней зоны молочной железы. Это выдавливает отек, потому что здесь стоит имплантат под большой грудной мышцей. Ну и, конечно же, не дает какому-то миграции, смещению имплантата кверху. Его очень легко одеть, потому что оно максимально растягивается. Все лямочки тоже растягиваются. Мы подложим по пациентку. Даша, давай. Приподними я немножко. Пристаньте немножечко. Вот. Все, вы молодец. То есть я одеваю послеоперационное белье сразу после операции на операционном столе. Мы сначала застегиваем центральную часть. Давайте застегнем. И здесь мы видим, что три степени компрессии белья в зависимости от отека, потому что мы подобрали объем, подобрали размер белья. И я вижу, что я могу застегнуть на среднюю компрессию. Когда отек начнет спадать или нарастать на следующий день, если пациентке будет некомфортно, или я пойму, что это избыточная компрессия для нее, то я перестегну на минимальную степень компрессии, то есть на крючочке самая крайняя. Дальше контролируем высоту белья. Также есть три степени высоты. И я тоже подбираю для нее средний вариант. Здесь было классическое вылечение груди. Я не использовал дренажи, но если будут установлены дренажи, я всегда оставлю их в крайних точках подмышечной области, чтобы их было не видно. И вывожу дренаж через белье. То есть белье никаким образом не давит на дренажную трубку. Это не уменьшает отток по дренажу и позволяет носить пациентке удобно. И важный ключевой момент – это верхняя лямка. Верхняя лямка должна быть сверху горизонтальной линией, сверху над грудью, давить именно на верхний склон железы. Также я выдавливаю из нее отек. Обязательно нижняя лямочка. Очень важно для эстетики железы должен быть создан торакомомарный угол. Я вижу здесь, что смещая немножко железу, она уходит кверху. Я могу перестегнуть на минимальную, на максимальную длину и сместить на минимальную длину, максимальную длину здесь. И я смещаю нижнюю лямку вниз. И она не давит на само молочное железо, а давит и создает правильный торакомомарный угол. Для эстетики это очень важно. И бывает, что я даже если какие-то сложности с формированием клевиджа, я бывает дополнительно подкладываю что-то под белье, но здесь этого не требуется. Важно пациенту носить компрессионное белье. Конечно, я контролирую. На следующий день пациентка находится в стационаре до утра. С утра я сам сниму белье, проконтролирую компрессию. Как пациентка выносит, снова объясню, что верхняя лямка должна быть снизу, нижняя лямка должна быть на грудине, не давить на молочную железу. Я ей расскажу про варианты компрессии. И пациент будет приходить ко мне на перевязки, на осмотры. Я буду все это делать сам и контролировать. И, конечно же, обучу пациентку правильно носить компрессионное белье, потому что это важнейший этап в послеоперационном периоде. Спасибо компании Клавермет, которая мне предоставила компрессионное белье Shape Skin, который пациенты мои с удовольствием носят. И это обеспечивает гладкий послеоперационный период.